Музыка Музыка В 2013 году они были признаны лучшей украинской метал-группой. Но то было домашнее признание, можно сказать, такое местечковое. А вот когда в 2016 году с ними заключила контракт знаменитая австрийская звукозаписывающая компания, или говоря современным языком, знаменитый лейбл, специализирующийся на тяжелой музыке, на Palm Records, то это уже было зарубежным подтверждением международного класса их музык. Их сразу стали приглашать на крупнейшие фестивали рок-музыки. Hellfest во Франции, Waken в Германии, Nova Rock в Австрии. Еще одним подтверждением их профессионального мастерства служит тот факт, что их пригласили в совместный тур с такими суперзвездами, как американская группа Sleep No, где они отработались с честью. Я совсем недавно вплотную стал заниматься изучением рок-музыки, поэтому пока не слишком большой специалист в области хэви-металла, учитывая то, что разновидностей тяжелой музыки больше сотни. Поэтому, характеризуя музыку Ginger, я не буду называть стилистику, в которой они работают, так как границы между стилями в хэви-металле очень условны, а буду говорить о том, кого они мне в чем-то напоминают. Есть у них что-то и от шведских Meshuga, а те практикуют грув-метал со сложной структурой песен и полиритмии. Есть что-то и от американцев Sleep No, специализирующихся на нью-метале. Не просто так они пригласили Ginger с собой в совместный тур. Есть что-то и от калифорнийцев Tool, практикующих альтернативный металл с элементами прогрессив и арт-рока, также с очень сложной структурой произведений. То есть, они напоминают мне одни из лучших образцов хэви-металла, но, повторюсь, лучших на взгляд начинающего исследователя тяжелой музыки. Может быть, для тех, кто разбирается в этом очень глубоко, Ginger совсем уж легкая музычка, где-то на уровне попсы. Но я, правда, таких специалистов в нашей стране не знаю. Но вернусь к Ginger. В нашей стране такого уровня хэви-метал групп я не знаю. А я уже переслушал, наверное, всех, кто хоть что-то собой представляет. Помимо очень высокого профессионального мастерства гитариста, басиста и барабанщика Ginger, которые придумывают и исполняют очень сложные и высокоскоростные партии, хочу отметить потрясающе широкий диапазон вокалистки группы Татьяны Шмайлю. Я такого, честно говоря, не слышал даже у западных групп, даже у лидеров таких направлений тяжелой музыки. У нее прекрасный и чистый голос, и потрясающий гроунг с очень низким тембром. И если можно так выразиться, по отношению к расщепленному вокалу, у нее гроул очень чисто исполняемый. Исполняемый, на мой взгляд, технически безупречно. Когда я первый раз увидел и услышал эту группу в клипе на песню Pices, я даже не понял, что это именно вокалистка перешла с чистого вокала на гроул. Я глазами в клипе пытался найти, какой мужик из гитаристов начал так утробно низко рычать. И только потом до меня дошло, что подобный звук издает это милое создание у микрофона, которое секунду назад очень мелодично и мило что-то напевало. Я был просто потрясен. Я несколько раз подряд переслушал эту песню. Это был потрясающий эффект перехода от чистого вокала к гроулингу. Эта группа тогда стала для меня открытием. Это очень качественный, красивый хэви-метал. Именно тогда я и захотел услышать их вживую и увидеть. И даже билеты приобрел на московский концерт, который должен был состояться 10 ября в Барбатхоле. Но коронавирус найдет свои поправки. Поэтому концерт состоится только сегодня, фактически год спустя. Вот здесь, в клубе 1930 Москов. Но может быть это будет даже и поинтереснее, так как они выступают с программой Макро в рамках своего мирового тура и в поддержку своего нового альбома Wallflowers, вышедшего в конце августа. И пару клипов на песни, из которого представлены в Ютубе. Это синглы Vortex и Mediator. Потрясающая техника. Они еще больше выросли, на мой взгляд. Поэтому пойдемте занимать места согласно купленным билетам и слушать, как они работают вживую. Соответствует ли их реальный музыкальный товар качеству, заявленному в студийных клипах. А после концерта я поделюсь своими первыми впечатлениями. Пойдем. Уважаемые любители рок-музыки, находимся внутри клуба 1930 Москов. Идет подготовка к музыканту на разогреве. Что за группа, не знаю. И так представляете, что очень численно. Ну как можно? Ты выступаешь, но урок, где вижу, кто-то есть. Ну что хочу сказать. Залф-пол. Залф-пол. Есть. Там сполз-запит. Самому интересно, как оно будет. Тем временем нам принесли закусочки. Мне пришли. Беганский сет. Вы знаете, что я в последнее время веганом стал практически. Скоро как-то, знаете, вот здесь будет бег. Буду как курочка. Буду зонышки плевать. Все будет хорошо. Ты не желаешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...